Девушки отдыхают Всегда готов к защите своей Родины, упорно преодолевает трудности, славится трудолюбием и мудростью. Русский человек – человек несгибаемой воли. Так писал Михаил Шолохов. Испокон веков русский народ славился не только своей силушкой богатырской, но и гостеприимством. Этот обычай русские соблюдают до сих пор. Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим в русский дом, в русскую избу. Заходите, пожалуйста. Русская изба. От одного только слова веет теплом и уютом. Ее строили из ели или сосны. Снаружи украшали деревянной резьбой. Около постройки находились колодец, сарай для скота и амбар, помещение для хранения муки и зерна. Здесь мы можем вспомнить нашу любимую сказку «Колобок». Когда бабка хотела испечь колобка, дед ей говорит, «А ты пойди в амбар, по сусекам помети, по амбару поскреби». Небольшой коридор между крыльцом и жилой частью дома называли сенем. Пристройка не отапливалась, поэтому летом здесь комфортно было спать. Также в этой части дома хранили предметы быта – коромысла, корыта, серб для сбора пшеницы и маслобойку. Именно в ней хозяйки взбивали сливки, а после получался готовый продукт. Его очень любили и ждали, особенно дети. И вот тут есть такие, видите, отверстия, да, они брали краюшечку хлеба и промокали. Уже, наконец, когда же будет это масло. Быт в доме был сосредоточен вокруг печи. Ее называли кормилицем. Она служила местом для приготовления пищи, обогрева и даже банных процедур. С древних времен с печью было связано множество поверий. Ну, например, наши предки верили, что за печкой живет домовой. Также, например, мусор не выносили из дома, а сжигали в печи. Верили, что так вся энергия останется в доме. Напротив печи устраивался кут или бабий угол. Там проводили женские работы. Мужчинам крайне нежелательно было сюда заглядывать. Здесь лечили детей, вечерами гадали и готовили еду. В руках у меня удивительный горшочек с отверстиями, маленькие отверстия для хранения чеснока, чтобы он проветривался, не гнил внутри. Также в этой части дома стирали и сушили вещи. Каждую проглаживали вот таким деревянным утюгом. Он назывался рубель. Мокрое белье сначала отжимали вручную, наматывали на круглый валик, валек, скалка, да, по-разному ее называли. По столу она катается с нашей рубахой, например, а хозяюшка вот этой рифленой дощечкой по ней водит и таким образом отглаживает. Мужской угол назывался конник. Здесь мужчины работали, хранили свои инструменты, ремонтировали утварь, а также плели корзины и обувь. Они снашивались быстро, мы это можем с вами наблюдать. Это лапти самые настоящие, поношенные. В цене были лапти из липового лыка. В избе все было продумано до мелочей. Огромное значение в русском доме, в русской культуре имеет матица. Балка на потолке перекладина по центру избы. Ее также зовут мать дома, матка. Под потолком на железном кольце закрепляли деревянную колыбель – спальное место для малыша. Он находится здесь под защитой. С одной стороны на него смотрят иконы, он защищен, а с другой стороны – печь. Ему тепло. В крестьянской семье обычно проживало 8-10 человек. Поэтому привычной для нас кровати было просто некуда ставить. Поэтому люди спали на палатях. Так называли деревянные полки. Они располагались между печью и стеной, порой высоко под потолком. Еще одним спальным местом служили лавки. Они не двигались, как правило, они крепились сразу при строительстве избы. Семеро по лавкам, отсюда мы знаем эту фразу. Сакральный центр русского дома – это Красный угол. Здесь висели иконы. Также стояли длинная лавка и большой стол. Его называли «длань божья», то есть ладонь. За столом себя вели спокойно, чинно, руками не размахивали, посторонних предметов на стол не клали. Песня «Улыбнули сонные березки, растрепали шелковые косы, шелестят зеленые сережки и горят серебряные росы», – так писал поэт Сергей Есенин. Это дерево счастья, обладающее особой целебной силой. Березу называют символом России и Троица – великого русского праздника. Он является днем рождения церкви. День, когда люди могут объединиться на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Объединиться вместе, порадоваться, что мы живем, и у нас Господь, есть любовь, что есть у нас Святая Троица. В этот день принято молиться о прощении и здравии, о даровании надежды и избавлении от печали и тоски. В русской песне живет душа народа. Так считали наши предки. Простота и выразительность – ее основные черты. Словно родник, из которого бьется живая вода, песня несет в себе тепло и мудрость, любовь к ближнему, веру в светлое будущее. Русская народная песня, как никогда сейчас, становится все популярней. Это направление набирает обороты, как мы видим, и меня это очень радует. Это здорово, круто, когда народ начинает интересоваться своей историей. Изящество движений, смена ритмов, грация и красота – все это присуще русскому танцу. Он словно рассказывает историю народа через каждый жест. Веревочка есть, без него танец тоже русский народный, они много показаны. Крутки, очень бывает, очень много разных круток с разными элементами. Также работают и ноги, и руки могут работать. Без них тоже народный танец, они практически везде. Также важный элемент русской культуры – это кухня. Одним из древних блюд, которые готовили в крестьянской семье, считается окрошка. Название происходит от слова «крошить». Овощи мелко нарезаются и заливаются холодной жидкостью. Традиционно в окрошку добавляют отварное мясо, но есть и другие рецепты. Используем мы сегодня рыбу, потому что живем на Великой Русской реке. Рыба у нас всегда есть в достатке, но это еще вкусно и полезно. У нас сегодня щука и судака. Сначала варится рыбный бульон. Не забываем про репчатый лук, морковь и специи. Они придадут блюду насыщенный вкус и аромат. Ждем закипания. Закипит, снимаем обязательно пену. Варим 20 минут. 30 максимум. Рыба готовится очень быстро. В кастрюлю добавляется огуречный рассол. Зелени овощи нарезаются. Для разнообразия вкуса лучше взять огурцы двух видов – свежие и соленые. Очень важный момент наступает у нас. Мы делаем такую подготовку для окрошки, для ее ароматизации. В некоторых регионах эта штука называется затеруха. Нам понадобится пара яичных желтков. Не забудем положить хрен и горчицу. Все это тщательно перемешивается. И сюда же мы сейчас зеленуху. И вот здесь, наверное, уместно на этот лук дать немного соли, чтобы раскрыть аромат именно зеленого лука. Яйца нарезаются, а бульон процеживается. Пришло время рыбы. Филе разделяется на кусочки и отваривается. Бульон закипел. Смело отправляем туда рыбу. Он соленый, со специями. Сейчас он рыбке придаст необходимый вкус. У окрошки есть свои секреты подачи. Для этого ту затеруху, которую мы делали, мы сейчас должны разбавить уже остывшим бульоном, чтобы наши вкусы все перемешались. Добавляем сначала немного, потому что потом будет трудно перемешать. В тарелку выкладывается смесь из овощей. Сверху пару ложек затерухи. Ну а теперь немного остывшего бульона и холодный квас по вкусу. Что, текут слюнки? Кушайте на здоровье! Приятного аппетита! Хлеб да соль вам! Русский язык Русский язык – бесценное сокровище. Великий и могучий, он помогает понять чувства и характер народа. С помощью языка происходит формирование человека, его познание окружающей среды и культурного наследия нашей страны. Русский человек хлебосолен и открыт, но в то же время никогда не даст своего в обиду. Отличается добротой и широтой своей души. Всегда верит в справедливость.